Ой, может, ничего не получится. Мне просто что-то в последнее время так хочется разговаривать. Ну, логично, потому что я сижу одна дома целыми днями. Мне от этого, типа, у меня много невыплеснутых слов, фраз. К тому же я совершенно потеряла интерес к письменному общению. Раньше я компенсировала, сейчас я вообще не хочу печатать. Это, конечно, необычно. Меня в который раз заставляют усомниться в себе самой и в серьезности своих намерений в глобальном смысле. Сейчас я сделаю себе столик. Мне очень уютно. Мне уютно. Только вот у меня, видите, на заднем плане такой человек. Я его еще немного пугаюсь. Со мной, когда резко отодвигаю занавеску, ну, она вообще задвинута обычно, когда темно. А когда светлое отодвигаю, то это черная двухметровая штука стоит, и я такая, о, оно уже спокойнее. Я его нашла два дня назад на улице, во дворе я гулять иногда хожу и фотографирую дома, просто, ну, снег выпал, и, типа, дома, солнце, снег, красивые, эти интерьеры уличные. И я, короче, вот так вот хожу, но это совершенно извращение, потому что там минус 20, и очень мерзнут руки сразу. Сразу же начинают, это я сейчас стопанки, да, начинают сразу же мерзнуть руки неистово, ну, леденеют прям, и даже в перчатках таких, там, что-то там, кожа мех, там что-то, вот, все равно эти перчатки эти не спасают. И, значит, совет буду пить кофе и рекламировать Кудагово. Я не хотела, я не подумала. Ну, ладно, все интересные события твоего города на сайте Кудагово они мне не платили. Вот. Я увидела его, лежащего на ступеньках, вот так вот поваленного, во дворе людей мало на улице, сейчас же праздничная неделя, и он лежал без руки. Вот, может, видно, да, видно, что у него нет руки. Он лежал, он двухметровый и довольно красивый человек. У него такие тонкие черты лица, довольно-таки грацильные, нет, не грацильные, а женственные, чувственные губы, большие глаза, тонкий нос, он высокий, и он, ну, да, хорошо сложный. У него не было руки, чуть-чуть ободран носик, но он такой покоцанный, и было видно, что он выкинутый, но я все равно начала неистово сомневаться. Сейчас. Ну, когда нужно действовать быстро и решительно, я, короче, такая подвисая, мне некомфортно в таких условиях. Мне надо же время, чтобы подготовиться и как бы продумать план, чтобы его выполнять. А тут же нужно принимать решение. Ну, для меня решающим фактором было то, что я себя не прощу, если его сейчас не заберу, потом я начну думать, переосмысливать всю ситуацию и буду очень сожалеть. И я взяла его, поставила, походила вокруг него, ну, может быть, меня кто-то крикнет, скажет, девушка, куда это вы, что это вы положите нашего однорукого мужчину? Ну, я бы тогда сказала, простите, я не имела в виду ничего предосудительного, забирайте, пожалуйста, вашего манекена, он мне, собственно, и даром не нужен. На самом деле он мне нужен, и я думаю, что он, конечно, составляет мне такую эксцентричную компанию в эти холодные дни, холодные, короткие, петербургские дни. Вот я сейчас опять что-то сейчас прорекламирую сушки малышки, и расставила мне моя подруга Ира, прежде чем выйти замуж и уехать в Москву. Она принесла мне пакет этих сушек, теперь она замужем в Москве, а я тут одна с пластиковым мужчиной. Да, вот, и мужчина, он тяжелый, его тяжело прям нести, то есть я вот так вот взяла его, и прям очень сложно. Потом я его разделила на часть, еле дотащила, запыхалась страшно там, посреди лестницы отдыхала, но благо он был во дворе через дорогу, и мне не пришлось его там тащить, не знаю, в площади восстания. И я его принесла и сексуально разобрала на части. У него можно одну ногу, руку, кисть можно снять, и торс открутить. Все, ну все, короче, такое массивное, я думаю, такой новый стоит должен, тысяч шесть, но он, правда, такой весь, вот, знаете, вот какой-то в нем основательность есть, это не какая-нибудь там штука, которую пальцем нажмешь, и она там прогнулась. Не, он прям такой на века строился. Вот, я его разобрала на части, стала по частям мыть в ванной комнате. Он там смотрелся совершенно по-дэвиду Линчевски. У него же такая коммуналочная ванная комната, там полочки со всякими разнородными губками, и там вот это вот существо. Короче, вот такие вот мои скромные, забавы, незамужней дамы. Долго думала, как себя назвать. Ну, покрыть себя, повыщить сушку, перегащить мужчину черного. Ну, вот, и вся, собственно, история. Не знаю, что рассказать еще. В следующий раз расскажу. У меня, короче, что-то нужно говорить. Вот, я, может быть, еще запишу много. Много.